Мирные жители, выехавшие из-под обстрелов в Дебальцеве и Углегорске, пребывают в Светогорск. Здесь нашли временное пристанище свыше полутора тысяч переселенцев. О том, как помогают вынужденным мигрантам, Максим Суражский. Ещё вчера они прятались от обстрелов в подвалах своих домов. Сегодня в Светогорске переселенцам раздают гуманитарную помощь для детей. Пюрешки, соки, есть памперсы. Еве всего полтора года, но девочка уже знает, если мама держит жёлтый пакет в руках, то ей сейчас достанется что-то вкусненькое. В течение нескольких дней в Светогорске, Зуглегорске и Дебальцево были вынуждены выехать полторы тысячи человек. Среди них сотни детей. В данный момент это единственный способ прокормить своих малышей, детвору. Потому что детское питание всегда дорого, а пакеты от гуманитарного штаба по мужу, они всегда считаются самыми лучшими, самыми насыщенными и самыми сбалансированными. Потому что там не только питание, там ещё и памперсы. Ну то, что всегда надо. Пока мамы с детьми получают гуманитарную помощь в пункте выдачи, мужчины на местной базе отдыха разгружают продукты для своих семей. Штаб Ахметова регулярно помогает переселенцам в Светогорске. В последнее время в связи с тем, что людей, вынужденных спасаться от войны, стало больше, увеличили и объём помощи. У людей не пооставалось ни домов, ни квартир, ничего. Поэтому помощь хоть какая-то необходима. Волонтёры и благотворители обещают, что будут привозить переселенцам столько продуктов, сколько нужно, чтобы прокормить семьи. Максим Сурарский, Алексей Кудели, Игорь Монастырёв. События. Канал Украина.